11.05 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». Сегодня среда и в студии Владимир Сметанин. И Светлана Занько. Здравствуйте, добрый день. Кстати, Петров, день всех мужчин, носящих это имя. Пётр, поздравляем с именами. И женщин тоже. И женщин тоже поздравляем. Есть какие-нибудь из Петерины. Ты думаешь, они однокоренные эти имена? Связаны как-то? Если вообще есть такое имя, может и есть. У нас сегодня в развороте, ты знаешь, я в интернете поинтересовался. Интернет позволяет узнать очень многое. У нас сегодня будет в рамках разворота два гостя. Один во втором части, один в первом. Собственно, сейчас мы его представим. Так вот, по-моему, такого еще не было. Они родились в один год, в один месяц с разницей в три дня. Класс. О, что я выяснил сегодня. Всеволод Езимов, директор ботанического сада. Добрый день. Добрый день, Всеволод. Ну, а второй гость, собственно, вот. Который будет после 12-ти. Да, это Антон Касанов. Да. Два молодых человека. Ну, Антона, давай сразу скажем, почему пригласим. Сразу просто. Потому что Антон совместно со своим партнером объявили, что... Станиславом Суворовым. Суворовым партнером по проекту «Пешком по вятке» объявили о его предстоящем завершении. Мы хотим выяснить, в связи с чем. И печально эта новость, или все-таки не печально, к этому нужно иначе относиться. Да, будет и продолжение. После 12-ти. Да. А в первом часе мы со Всеволодом Езимовым, директором ботанического сада, хотим об этом самом объекте поговорить. Потому что сразу скажем, что нас на эту мысль навел Валентин Николаевич Пугач, который был здесь в этой студии на прошлой неделе. И не в эфире, а за эфиром он нам сказал, что в ботаническом саду серьезные очень изменения. И буквально в очень близком будущем горожане смогут в обновленный ботсад войти. И вот что они там увидят, мы хотели бы сегодня узнать. А еще ботанический сад является одним, наверное, из объектов на территорию года, вокруг которого слухи всевозможные ходят. Вот всегда. Вот, например, центральный рынок. Снесут там его, не снесут. Построят там что-то, не построят. Вот ботанический сад то же самое. В мае появлялась информация о том, что на одном из известных пабликов в интернете, что поувольняли людей. И скоро тоже что-то будет там застройка, возможно. Да? Да, я такое мечтала. Да, в мае было дело. Серьезно? Ну, потому что он был закрыт, я так понимаю. Он был закрыт, и непонятно, что с закрытыми дверями происходило. Но мы сейчас все расскажем. Все расскажем. Я думаю, те, кто регулярно проезжает или проходит ботанического сада по улице Карла Маркса, видят, что там что-то происходит. Да. Там какая-то работа. И буквально сегодня специально, конечно же, поехав на эфир, я посмотрела. Там еще лежат на улице Карла Маркса перед входом в ботанический сад несколько пилет с плиткой, я так понимаю. Да, в стиле сброщаться. А было вообще очень много? Очень много было взяло. Было очень много, на самом деле, да. Строители молодцы работают, но с погодными условиями не совсем повезло, конечно. Вот. И стройка затягивается уже на месяц примерно. То есть месяц назад? Сроки сдачи месяц назад. 31 мая уже даже больше месяца, то есть уже ближе к полутора. Что вообще хотелось бы рассказать о грядущих изменениях нашего сада? Это следующее. Вот у нас уже идет вторая волна реконструкции. Из федеральных средств были выделены в 2015 году 7,5 миллионов. Это еще когда ботанический сад принадлежал педагогическому университету? Да, все верно. Это было во времена педоинститута. Сейчас выделена была вторая субсидия в размере 7,5 миллионов. Это в 2016 году или в 2017? Это было в 2016 году, но в связи с конкурсными программами это все немножко затянулось. И было принято решение руководством, что сама реконструкция будет проходить в 2017 году, начиная с первых чисел апелля, как только сойдет снег. И тут погода принесла маленькие сюрпризы. Мы все помним, что у нас выпала большая норма осадков. И все сроки сдвигались, сдвигались, сдвигались. Даже начало работ? Даже начало работ, да. То есть там много очень земельных работ было. И при таких условиях погодных это было не выполнить. И сроки на самом деле такие жестковатые для строителей. То есть в общем у нас получается 15 миллионов рублей было выделено за 2015 и 2016 год на реконструкцию ботанического сада. Да, все верно. В первом этапе что удалось реализовать? Вы при этом тогда уже присутствовали, знаете? Конечно, знаю, присутствовал. Что у нас реализовать удалось? Это была произведена замена старого деревянного забора, который, мне кажется, не являлся украшением для города. Ой, мы тогда шумели по этому поводу. Со стороны улицы Маклина? Со всех сторон. Со всех сторон. И с улицы Карломаркса у нас же было чугунное ограждение. Его тоже пришлось демонтировать. Оно было, может быть, и красивое. Оно вписывалось в черту города красиво в лицо. Но оно было низкое, и много желающих было вечером со спиртными напитками прогуляться и подебоширить. Перебраться через ограду? Конечно, это, знаете, как приглашение было для них. Поэтому все, что сейчас произошло, да, это ограда новая, это только плюс. И в целях сохранности растений и безопасности там находящихся людей. Вот, собственно, все средства ушли на новое ограждение? Нет. На самом деле, еще в плане безопасности мы установили систему видеонаблюдения. И у нас есть диспетчерская. Вот. И там все прекрасно видно, кто ходит, где ходит и чем занимается. Вся территория ботанического сада под видеонаблюдением? Вся территория сада под видеонаблюдением. Нет, нет, где-то что-то на пакости. Например? Ну, например, где-то по газонам бегают, хотя строго запрещено. Где-то проносят еду какую-то, мусор устраивают. Тут на лавочке, чтобы присесть и перекусить, да? Ну, если это культурно, аккуратно, ради бога, знаете. Вот если раскидать при этом все везде, бегать по газонам, ломать растения, это уже... Подождите, они официально через центральный вход зашли? Или мы сейчас кого? Хулиганов все-таки имеем в виду, которые... Нет, официально кто пришел, купил билетик, да, и ведет себя не совсем корректно. У нас ведь есть свой свод правил, согласно которым посетители должны находиться, пребывать в ботаническом саде. И вот, нет-нет, да нарушают. То есть еду проносят, спиртное? Да, где-то там, знаете, у нас водоемы есть, туда вот пытаются как-то... Искупаться? Ну, может, не совсем искупаться, но окунуться, походить, побродить. То есть это категорически запрещено в целях безопасности. А вы еще до эфира рассказывали, что есть бабушки, которые очень любят, видимо, свои палисадники, и хорошо знают о период вегетации этого растений. На самом деле, не только бабушки, но и средний возраст женщины, если взять любой садовод, и бывало, мужчины ловились, где-то пытаются веточку отрезать, где-то семян собрать, ну, с целью дальнейшего использования в садах, огородах. А вы их всех видите по видеонаблюдению, как вы с ними работаете? Ну, на самом деле, жестко просекаем и просим покинуть территорию, иначе, знаете, каждый придет по веточке, и по следующим посетителям смотреть будет не на что. Это сотрудники службы безопасности делают или кто? Это делают наши сотрудники, кто увидел, кто заподозрил. Сколько таких бывает за сезон? Ну, статистикой такой я не обладаю, но на самом деле, случаев 5-6, это то, что успеваем мы отреагировать. За какой период? Ну, это буквально за сезон открытия. То есть, в том году мы около трех месяцев работали, в этом примерно так же будем. Ввиду того, что выделена третья субсидия, то есть, возможно, сад закроется немножко раньше на дальнейшую реконструкцию. А сейчас мы дойдем до этого момента. Давайте просто всем расскажем, как вы поступаете с теми, кто любит отщипнуть веточку. Вы их просто выпроваживаете из сада или штрафуете? На самом деле, у нас нет полномочий оштрафовать человека, и все судебные тяжбы, это очень долгая процедура. А они есть? До суда дело доходят? Ну, никогда не старались доводить до этого, Старались просто вот этого человека запомнить, возможно, фотографию сделать и разместить при входе, чтобы все знали, что вот такой гражданин... В черном списке, и вы нежелательный гость на нашей территории. Попасть в черный список ботанического сада. А что, очень должно. Звучит неплохо. Вот, поэтому это не есть хорошо. Итак... До перерыва хотел, просто мы про деньги говорим. А что за ведомство выделяет эти деньги? Это программа какая-то, что за линия? По какой линии? Это госсубсидия в поддержку развития ботанических садов России. Это федеральная программа. То есть много-много лет этого не делалось. Вот сейчас, видимо, появились средства, и идет развитие ботанических садов не только нашего сада, но и региона Поволжья и других ботанических садов России. Насколько продолжительна эта программа? О сроках нам, понятно, никто не сообщает. Но надеемся, что будут в дальнейшем выделяться средства госсубсидии для развития и поддержки бот-садов. Сейчас перед тем, как уйти на перерыв, давай мы объявим о нашем опросе на сайте хакера.ру в группе ВКонтакте. Я, к сожалению, валют не смогу посмотреть, потому что у меня почему-то не загружается компьютер. Тебе придется отчитываться о результатах опроса. Да, они, собственно, перед глазами уже без проблем. Давайте тему-то опроса озвучим. В Кировском ботаническом саду в последний раз я, то есть каждый из проголосовавших, когда был последний раз. На сайте хакера.ру еще в школе, в студенческие годы, около года назад и никогда там не был, не собираюсь, равное количество голосов по 25%. На странице ВКонтакте лидирует вариант ответа «никогда там не был и не собираюсь» 34%, но на втором месте 31% около года назад. Ну, в этом году действительно было трудно там побывать, он закрыт, еще ботанический сад. Так что около года назад это практически вот-вот. Сейчас проверемся буквально на одну минуту и напоминаем. Мы говорим о том, как модернизируется Кировский ботанический сад. И сразу после перерыва мы спросим у Всеволода Езимова, директора ботанического сада, когда же он откроется в этом году. Кировский ботанический сад модернизирует, работы почти завершены. Об этом мы говорим сегодня с Всеволодом Езимовым, директором ботанического сада. И не забывайте, что на сайте ихокиров.ру и в группе ВКонтакте есть опрос. Нам интересно, как давно и как часто вы бываете в ботаническом саду. Ну и, кстати, мы забыли упомянуть, симпатичная дата ведь была у ботанического сада в мае этого года. 105 лет. Все началось в мае 1912 года, благодаря отставному полковнику. И 100 минут. Ну, все прекрасно знают эту историю. О чем подробно, по-моему, рассказывали в истории создания. Было дело. Это программа, которая выходит по пятницам. Володя Сметанин ее ведет. Итак, вот 7,5 миллионов в 2015 году, которые были зарасходованы на ограду видеонаблюдения. Что-то еще вошло? Да, конечно. У нас частично была заменена брусчатка. Все мы прекрасно знаем, что старые советские плиты, хоть они и надежные, но вид эстетический у них никуда не годится. И было принято решение, что надо произвести демонтаж их и установить красивую современную плитку для удобства передвижения и уменьшения риска травматизма. Так как все неровности, это все люди спотыкались. Поэтому сейчас у нас ведется на вторую субсидию. Продолжаем эти работы, меняем плитку. Хотелось бы также что еще отметить, что на субсидию 2016 года у нас произведена реконструкция Черного моря. У нас свое Черное море, свой Крымский полуостров. И мы его сейчас приводим в порядок. Это будет что-то совсем другое. А что именно? Что запланировано? Запланирована красивая облицовка мозаикой. Такая голубенькая будет у нас. То есть морская тема? Морская тематика. Мы от нее никуда не уходим. Она присутствует везде. Тематика натурального камня, она нашла вторую жизнь. У нас сейчас выложены ступени. Спуск Черного моря в натуральном камне. В общем, часть бассейна облицована натуральным камнем. В общем, будет интересно. А еще, кроме натурального камня, то есть воду запустите сразу? Когда люди придут в открывшийся ботанический сад, они сразу море увидят? Ну, после небольших испытаний гидравлических, естественно, они придут. Я думаю, чаша будет наполнена. Искусственная волна, может быть? Что еще? Волна не предвидится. Все будет ровно, планомерно. Откуда материал берете? Этот же камень натуральный? Натуральный камень. Не в рекламу сказано. Это еврокамень, конечно, у нас. А, то есть декоративный? Декоративный камень, да, конечно. Вот нам ребята поставили. Очень неплохого качества. Вот, ну, строители стараются. Согласно ГОСТам работают ребята. Работает наш подрядчик какой-то? Или приглашенный, который специализируется на объектов такого рода? Субподрядчик наш, а основной подрядчик он не кировский. Не кировский, а какой? По-моему, Тольятти. Ага. А от заполняться бассейн какой водой будет? Из вот этого источника, который там вот бежит такой водопадик? Конечно, конечно. У нас ключ, который давненько уже функционирует. Из него вода бежит сейчас хорошим напором, поэтому чашу он наполнит довольно-таки быстро. Под связи с дождями, наверное? В хорошем-хорошем напором. А по качеству воды вот этой, которая течет из этого ключа, поясните, пожалуйста, нашим горожанам, потому что очень многие любят умыться и даже попить. На самом деле я бы не рекомендовал этого делать. Были отборы проб произведены, и вода по качествам не соответствует Санпину. Не питьевая? Далеко не питьевая, так как протекают это низкие грунтовые воды. То есть в черте города ничего хорошего нет. Но это не может не радовать, потому что водная гладь – это то, о чем мечтает любой горожанин, конечно, когда находится на таком объекте. Хорошо. И вот, собственно говоря, кроме бассейна в этом году что еще вы делали? Продолжайте мастить дорожки. Я так понимаю, больше стало? Больше не стало, мы старые заменили. То есть улучшилось их качество. Помимо дорожек ведь у нас еще беседка появится с видом на обновленное Черное море. А где она там будет? Она будет располагаться на возвышенности, ближе к улице Орловской. Это не там, где стоял корабль когда-то? Там был такой корабль когда-то, очень давно. Вы его уже не застали? Я его не застал, к сожалению. В общем, ближе к улице Орловской. Там была такая площадка, и там будет беседка. Там был раньше корабль. А корабль он тоже функцию какой-то зоны отдыха выполнял? Ну, ты знаешь, я видела уже руины этого корабля. Может, когда ты выполнял функцию. Может, вы взял и паруса символизировал. Я же не знаю. Не помню этого уже. А список работ, которые проводятся, кто определяет? На самом деле, стратегию развития ботанического сада определял бывший директор и его заместитель. Это Сергей Павлович Лобастов и Вячеслав Сергеевич Пашкин. Примерный ход работы и составление графика – это их рук дело. То есть это на бумаге отображено, и вы просто следуете тому, что было создано, запланировано? Сейчас какие-то новые мысли приходят в голову, исходя из того, что было и что хотелось бы видеть. Поэтому вот в этом русле и будем двигаться в дальнейшем. Сейчас мы про это русло все равно будем рассказывать подробно. Беседка возникнет. Она деревянная будет, металлическая? Она уже возникла, металлическая, ажурная, с покрытием поликарбоната. То есть от ветра, если будет он сильный, от дождя она скроет. А еще что? Еще что? У нас скамеечки новенькие появились. Вот они в дополнение к прошлогодним. То есть будет такой тандем ажурной скамейки из чугуна. То есть довольно-таки неплохо вписывается в наш. Я помню, что там была раньше сцена, и на этой сцене даже концерты устраивались. А сейчас? На самом деле сцену мы пока не трогали. Но в дальнейшем планируем сделать там подобие тента какого-то, чтобы это было закрытое от дождя, по крайней мере, пространство, чтобы можно было выступать, концерты какие-то небольшие, для определенной публики проводить лекции тематические. То есть сцена сохранилась? Сцена сохранилась, конечно. Но она требует, видимо, доработок, да? Конечно, да. В том году мы проводили несколько мероприятий тематических лекций о уроке русского языка. То есть были как взрослые дети, так и их родители. Всем было интересно послушать интерпретации. Интерпретация очень нестандартная эта лекция проводилась с применением гитаристов. То есть это были... С применением гитаристов, это сильно. С аккомпанементом гитары. Скажем так, да. А силами кого проводятся лекции там? Силами различных факультетов, которые... Вузовские. Вузовские, конечно. То есть ребята были выделены, они проводили лекции тематические. То есть нынче, если позволят погодные условия, мы планируем для любителей садоводов свои лекции провести. Вот если удастся, к сентябре и одну, возможно, в августе. Как вы будете о них сообщать любителям садоводства? Сообщать, а у нас есть замечательный пресс-центр. Мария нам поможет в этом. Мария Садакова и Ильина мы имеем в виду. Спасибо. Мы готовы вам тоже помочь. Тем более, что мы в прошлом году очень агитировали здесь за эти лекции. И даже большое количество людей, я помню, пришло в прошлом году осенью на лекцию в ботанический сад. И очень рассчитывали, что эти лекции продлятся зимой. Что-то помешало это сделать? На самом деле зимой не хотелось бы, скажем так, никаких лекций, мероприятий. Во-первых, это погодные условия. То есть негде в крытом смещении. Все-таки снежный покров не рекомендуется разгребать где-то ввиду того, что будет промерзание почвы. Часть коллекции, возможно, погибнет. Нынче зима была аномально холодной, скажем так. И часть все равно где-то прихватила, поэтому не рекомендуем. То есть еще раз, одна в сентябре и одна? Ну, примерно в августе. В августе и в сентябре. О чем будут сообщаться? Это же бесплатные лекции были? Ну, были бесплатные, да. Но, видите, очень много было предложений о том, чтобы прогуляться по саду после лекции. И произвести какие-то фотографии. То есть люди хотят гулять. Я не могу сказать точно, будут ли в этом году они бесплатные. Но постараемся. Ну, надо просто уточнить, что у ВУЗа в целом, у каждого сейчас образовательного учреждения практически такого статуса, задача поставлена научиться зарабатывать самим на объекты для того, чтобы их содержать. И, в принципе, зарабатывать благодаря различным бизнес-проектам. Перед вами, наверное, тоже такая задача стоит. Ну, официально эту задачу пока не озвучили. Так, чтобы жесткие рамки нас вгонять. Что, ребята, давайте, зарабатывайте и живите за свой счет. Такой пока цели у нас нет. Все-таки бюджетное учреждение. Вот. Поэтому сейчас часть растений, которые у нас высаживаются, остается. И их мы в свободную реализацию отправляем. Прямо сейчас продается? Конечно. Пользуются спросом? Со стороны Маклина. Да, вход со стороны Маклина и Карла Либнихта у нас. Наш посадочный материал очень люди любят и ценят. Он сравнительно недорог. И все-таки это растения, которые у нас выращены нашими руками. Так, не реклама. Мы просто хотим понять, как зарабатывает на жизнь ботанический сад. Первое – это бюджетное поступление. Конечно. А то, что остается… Вот мы сейчас просто расспросим, где вы это выращиваете и почему оно остается. То реализуется традиционно. У вас там большая теплица такая была. И огороды такие, посадки. Там вот какие-то изменения произошли? Что там сейчас происходит? У нас коллекционный фонд постоянно пополняется. Работы кипят. Ежегодно, начиная с зимой, это посевы осуществляются. Тех растений, которые требуют стратификации. То есть это холодная зимовка. Вот посевы снега осуществляются на улицу. Вот. И прикрываются снегом, соответственно. Также мы ведь реализуем рассаду не только для нужд населения, но и для озеленения своего сада, а также корпусов вуза. А для города, кстати? Вот цветники на территории областного центра или не сотрудничаете? У нас объемы не позволяют в таких масштабах производить рассаду однолетников. А вот интересно, может, вы знаете, Всеволод, у меня всегда этот вопрос волновал. У нас цветников стало очень много. В этом году хоть обещали в два раза больше, видимо, не очень справляются с цифрой. Может быть, и как раз тоже благодаря погодным условиям. Но все равно очень много. Вот этот посадочный материал, вот эти все бархатцы, петунии и так далее, где закупают предприятие, чтобы клумбы свои высаживать, вы не знаете? Один у нас поставщик множество. Их на самом деле очень много. Даже есть такая информация, что везутся растения из Краснодарского края. То есть там их проще вырастить, видимо, и отправить сюда. Но качество уже страдает. Потому что акклиматизация происходит. Да, не районированная, да, это называется? Акклиматизация. Пусть будет так, конечно. Ну, представьте, если поездом везти какие-то там или в машинах растения, что с ними будет? Просто хотелось понять, мы не снабжаем себя цветами. Вот город я имею в виду. Ботанический сад не сможет... Но Всеволод все-таки за ботанический сад отвечают. Может быть, вы знаете, у нас питомники-то вообще существуют еще? Есть частные теплицы, конечно, есть. Есть в стороне Бахты у нас там... Кое-что снабжает. Не уточняйте. Если задача все-таки будет перед вами поставлена, все-таки зарабатывать в перспективе возможно расширение пассивных площадей именно под цветы. На территории ботанического сада? Да, с сожалению. Или или нет? Нет, наш сад не настолько резиновый. Либо придется урезать экспозиции и на их месте выстраивать определенные теплицы, конструкции для выращивания. Ну, или все. Или где-то там открывать отдельное производство. Кстати, в советские годы, по-моему, в 50-е были планы по расширению ботанического сада, и он должен был простираться вдоль до улицы Красноармейской, через Воровского туда. Забудь. В том числе территория современной областной больницы. А, ну, кстати, она довольно зеленая. Могла бы быть занята. Она довольно зеленая. Сейчас прервемся буквально на две минуты и продолжим рассказывать о том, как модернизируется ботанический сад. И я обещала перед прошлым перерывом, что мы прямо скажем, когда он откроется. Все еще не сказали. Но через две минуты – да. Всеволод Езимов в гостях дневного разворота, директор ботанического сада. И мы говорим, как ботанический сад модернизирует. Работы почти завершены. Анонсировали мы. Давайте уж прямо скажем, когда вы рассчитываете открыть все-таки дверь ботанического сада для кировчан? Мы с радостью готовы открыть хоть сейчас, но строительство пока нам этого не позволяет сделать. Вы сказали, что сроки уже на месяц сдвинулись. Сроки на месяц, конечно, сдвинулись. Но вот уже виден результат. Осталась, я думаю, неделька-полторы. И мы с радостью будем ждать всех желающих гостей. То есть недели через полторы-две точно уже откроетесь? Ну, ориентировочно, да. Хотелось бы, да? Очень хотелось бы, да. Мы уже готовы. Просто откроетесь, калитку отопрете. Либо праздник какой-то. Я думаю, если получится, сделаем маленький праздник. Все-таки 105 лет не каждый день бывает. Это приурочено к нашему юбилею, скажем так. И я думаю, мы с вашей помощью пригласим людей. Обязательно, конечно. Конечно. Мы сообщим об этом, потому что если это еще и к 105-летию приурочено, то безусловно. Вы говорите, чтобы работа уже подходит к концу. Вот какие остались еще работы на этот сезон? Что делают строители сейчас? Сейчас идут уже работы по благоустройству. Частично у нас завершаются работы по укладке мозаики. У нас небольшой прудик есть на Альпинарии. А это второй уже водный объект? Это второй водный объект. Про море ему рассказали. Второй водный объект. Есть еще третий водный объект. Он уже завершен. У нас был, скажем так, небольшой фонтанчик раньше. Он был в таком плачевном состоянии. Но вот сейчас у нас все меняется. А там тоже фонтан будет или нет? Все будет. То есть еще и фонтан тоже будет? Все будет. И видоизмененный? Ну, он будет по задумкам, как и старый, но улучшенный. Улучшенный. А вот еще в информации, опубликованном университетом, мы узнали, что некие фотозоны планируется организовать. Палатка здорового питания. Расскажите поподробнее, о чем идет речь. Может быть, свадьбы там будут играть. Вот вам и прибыль. Вот нам и прибыль. На самом деле, фотозоны у нас за весь сад. Сплошная фотозона. Главное, грамотно ракурс выбрать. Правильно я понимаю, что, чтобы произвести фотосессию, надо разрешение получить? Ну, на самом деле, мы сейчас от этого уходим. То есть человек платит за входной билет. Сколько билет будет входной стоить? Ну, ориентировочно 80 рублей взрослый и 60 для детей пенсионеров. Ну, незначительно вырос, но мы убираем такую графу, как фото-видеосъемка, поэтому это все включено будет. И любой желающий может все это дело сделать. Вот они к вам на газон этот как раз и пойдут. Чек-то фото-видеосъемка. Надеемся на порядочность людей. Ну, это тоже потребует дополнительных затрат? Организация каких-то табличек, вывесок, чтобы напомнить, что тут можно делать, как себя вести? На самом деле, у нас при входе, вот сейчас разрабатывается стенд, где будут написаны все правила посещения ботанического сада. О том, что категорически запрещено, все это будет отображено на стенде. А вы, кстати, вправе вводить некую штрафную санкцию? Ну, не хотелось бы вводить штрафных санкций, просто придется с человеком сказать «до свидания» и вывести. И тот самый черный список? Тот самый черный список, да. Итак, фотозоны, изменение стоимости билета, изменение правил, собственно говоря, поведения в ботаническом саду. Палатка, здоровое питание. Палатка, здоровое питание. Насчет палатки обещать ничего не стану. А что это такое-то вообще? А где она планировалась? На самом деле эта палатка, она периодически планировалась ставить во время проведения различных мероприятий. То есть это так маленький буфетик, заскочил, перекусил и дальше там либо лекция, либо тематическое занятие какое-то будет проводиться. То есть вот тогда будут выставляться эти палатки. Свадьбы? Свадьбы – дело очень интересное. Юбилей? Юбилей, свадьбы, знаете, мы от этого уходим. Очень тяжело после них последствия устранять. Не каждый человек оказывается настолько порядочным, чтобы соблюдать наши правила, тем более в такой день. Выпивают? Ну, даже если мы этого не видим, они все равно стараются и пронести, и выпить. Ну, и все равно люди на праздники всегда расслаблены, уже приходят. Поэтому проконтролировать очень тяжело, и для нас ущерб наносится. Никаких свадеб в Ботаническом саду, исключительно лекции и концерты. Лекции, концерты и фотосессии. Но музыка, мне кажется, звучание музыки – это прекрасно. Даже если это и прекрасно, то у нас статус особо охраняемой природной территории, и запрещены громкие звуки. То есть, вот такой формат. А скрипичный какой-нибудь квартет? Тоже нельзя? Если только по праздникам. Никакого рока. Никакого. Да, еще очень хочется знать, у нас погодные условия в этом году. Ой, чересчур какие-то, да, за рамки выходящие. Все садоводы плачут. Да, садоводы плачут. Говорят уже, не знаю, либо сейчас все ликвидировать, либо осень дождаться некоторой, да, чтобы все перекопать. Как себя растения чувствуют на территории ботанического сада в таких интересных условиях? На самом деле, условия очень нестандартные для данного региона. Такой дождливой погоды давно уже не припомнится. И что хотелось сказать, что очень много, особенно однолетников, в общем, погибли. То есть они загнивают. Но в целом остальное все в порядке. А можем назвать, что за культура-то? В основном петуня страдает. Петуня, да? Да, от перевлажнения петуня страдает. Она просто гниет. Конечно. То есть она у нас цвела, пахла, благоухала, а сейчас, ну, отходит. Сейчас подогреется все. А деревья? А деревьям хорошо. Им хорошо. Им хорошо, конечно. Это даже из-за решетки видно, что им хорошо, да. Им хорошо, да. Тепло, влажно. Ну, насчет тепла второй день. Ну, вот сейчас, да, я имею в виду, как раз сегодня. На самом деле, да, растения себе остальные по большей части чувствуют неплохо. Ну, знаете, я вот возвращаясь к решетке, я все время о ней думаю. Да, мы там сначала очень переживали, что поставят на Карла Маркса. Сейчас уже привыкли. Уже привыкли. И там же фонари еще зажигаются такие над решеткой, да, лампы. А вот профнастил, честно говоря, в центре города, вот лично меня очень напрягает. До сих пор тебя не оставляет, да? Нет, я не могу успокоиться. И я жду, когда придет какой-нибудь хозяин и скажет, никаких профнастилов в виде заборов. Уж тем более в ботаническом саду. С другой стороны, он защищает. Хорошо тут не поспоришь. Очень хорошо защищает. Никто не полезет через профнастил. Практично, да. Да, но некрасиво. Ну, лицо города у нас все равно, там у нас осталась металлическая града, поэтому оно не совсем... Города с одной улицы. Да. А судьба чугунной решетки, кстати, вам известна, да? Как неизвестна. Она находится у нас на территории. Ой. Понятно. А куда-то применить ее? Так она же много места занимает. А, места зачем? Очень, немножко совсем, абсолютно. Куда-то будете ее применять? Думали? Частично мы будем применять ее. Планируем. Вот такая история, на самом деле, очень интересная. Напоминаем, что ботанический сад планируется открыть в ближайшую неделю-две, о чем обязательно будет сообщено дополнительно, и мы обязательно тоже об этом скажем. Мне очень нравится, что будет реконструированное Черное море, красиво сделанное, заполненное водой, еще два водных объекта. Беседку обязательно надо будет оценить. Ну и вообще посмотреть, во что превратился нынче ботанический сад. Вы сказали, что будет выделена еще одна субсидия. То есть в этом году вы расходовали субсидию за 2016 год, и уже точно знаете, что будет следующее. Да, все верно. Вот мы сейчас ждем подтверждения. Следующая субсидия в районе 3,5 миллионов ожидается. И мы хотим продолжить благоустройство, дальнейшее. Окончательно распрощаться со старой плиткой тротуарной. То есть еще не все удалось. Еще не все. Это очень затратное удовольствие. И хотелось бы довести дело до ума и сделать красоту. Слушайте, а построите там зимний сад. Вот вы говорите, негде с людьми собираться зимой. Пусть будет большая оранжерея, крытая, стеклянная, как зимний сад. Это же так прекрасно. Ну, если... Ну, миллионов 30. Вы мечтаете об этом? Мечты, конечно. Хотелось бы воплотить их. Да, Володя, откуда 30 миллионов всяк? На самом деле это очень-очень дорогое удовольствие. Возможно, если она будет, допустим, 40 на 40 метров, это даже будет больше. Больше 30 миллионов, да? Больше. С полностью автоматизацией, то это будет значительно... С поливом, вот, с температурой. Конечно, обогрев, то есть это... Климатический режим настраивать, обогрев. Да, да. Больше 30 миллионов, 40 на 40 метров. Ну, примерно цифры. А ну, площадь позволяет ботанического сада это сделать? Ну, на самом деле... Если бы были финансы на это. Если будут финансы, я думаю, найдется и площадь, и документацию подготовим. Ну, то есть все вполне реально. Но вот эти теплые-то теплицы у вас есть до сих пор, старые? На самом деле, да. Сколько им лет? Ну, порядка 30 им больше. Вот, и хотелось бы все-таки увидеть что-то новое. Если дальнейшее будет финансирование, я думаю, мы это воплотим в жизнь. А представляешь, Володя, как здорово зимний сад? Да безусловно. Зима, снег кругом. Я, кстати, по-моему, ни разу не был в зимнем саду. А ты заходишь, а я вот в этом году в Праге была, как прекрасно. На территории ботанического сада? В Москве, пожалуйста, да, да. И в зоопарках вот эти вот крытые оранжереи прекрасные. В Москве-то их множество, это чудесно. Кстати, в Пражском в одном из двориков завернуло как раз, оказался, это корпус университета Пражского. Как раз, по-моему, ботаника, биология там изучается. И там прямо вот на территории двора прямо несколько зимних таких вот этих теплиц распрекрасных. Ну, там нашли эти миллионы. Ну, мы будем надеяться, что если есть такая программа, возможно, что и до зимних садов тоже дойдет. Это было бы здорово, мы прямо вам этого желаем. А вот выделяем их сейчас, да, уже третий раз подряд денег. Вот эти миллионы вы озвучили. Ну, хотелось бы больше, если уж честно признаться. Мы видим, что сокращается финансирование. Было 7,5, 7,5, теперь 3,5. Ну, все возможно, что это последняя сумма, возможно, будет еще дальнейшее субсидирование. А вы как-то отчитываетесь перед... Естественно, руководство ВУЗа составляет документацию необходимую и отправляет в Москву для отчетности. Это имеет какую-то роль в выделении следующих средств? Естественно. Если денежные средства не будут полностью израсходованы, то в дальнейшем, возможно, и не выделят более. Ну, как с дорогами, видимо, да? Можно сравнить ситуацию. У нас остается две минуты, а мне очень хотелось бы, Валыч, что мы Всеволода в полной мере представили. Потому что вот Всеволод, вы упомянули, что разрабатывал этот план бывший директор зам. Вы новый директор ботанического сада. Вот прямо только что познакомились с ботаническим садом? Нет ведь? Работали? На самом деле история моя, она ведет корни далеко. В студенческие годы мне всегда было интересно, что там за кулисами теплиц, что на территории происходит. Вы выпускник? Сельхозакадемии. Сельхозакадемии, да. Да. Вот мне всегда было интересно вот эта вот жизнь ботанического сада, которую особо не афишируют. То есть попасть в теплицу вообще, это считалось роскошью. Но вот ввиду того, что бывший сотрудник сельхозакадемии меня увидела и сказала привет, то есть завязался диалог некий. Вот и я стал периодически наведываться. И вот поступило предложение попробовать себя на роли заместителя. В принципе, с этой ролью справился, я считаю. И теперь вы директор ботанического сада. А велик ли штат? Много ли подчиненных, кстати? Ну, подчиненных на самом деле порядка 20 человек. Ну, рабочих рук не хватает, скажу честно. Волонтеры? Или новые рабочие места? Их пускать нельзя. Нам студентов отправляют на отработки. А я, между прочим, проходила практику в ботаническом саде. Вот, наконец-то вспомнила. Да, напомнила. Да, спасибо большое. Всеволод Езимов, директор ботанического сада. Еще раз, через неделю-две ботанический сад откроет свои двери. 105 лет в этом году исполнилось уже в мае месяце ботаническому саду. И я надеемся, что там мы встретимся. А в следующем году, кстати, можно и с 106-летия будет широко отмечать. Потому что считается, что все-таки с 1913 года основные работы начались. Вот так вот. Спасибо большое. До встречи. До свидания.